Всем добрый день! Мы начинаем пресс-конференцию. Люди, они структуры и строят мир. Участие в российско-украинском диалоге. Мероприятие проходило с 13 мая по 24 августа. И вот о том, к чему оно было посвящено, кто участвовал и какие результаты, расскажут наши спикеры. Алена Копина, фасилитатор диалогов, организация инициатива Лаборатория Мирных Решений. Светлана Петрова, медиатор, фасилитатор диалогов, общественная организация «Центр права и посредничества». И у нас еще будут включения по скайпу. Будет Галина Похмелкина, медиатор, фасилитатор, соавтор и тренер проекта «Школа народной дипломатии». И Инна Терещенко, медиатор, фасилитатор, соавтор и тренер проекта «Школа народной дипломатии» и руководитель Одесской областной группы «Медиации». Итак, пожалуйста, Алена, вам слово. Расскажите подробнее о проекте. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти сегодня сюда. Повторю всех тех, кто подключился сейчас к прямой трансляции. Как сказал Евгений, основная цель и основной тезис всей нашей деятельности, в частности этой пресс-конференции, это высказывание о том, что люди, они структуры строят мир. Все мы сейчас являемся свидетелями официальных диалоговых процессов по мирному регулированию конфликта. Процессы это идут на высшем уровне между лицами, принимающими решения или их делегатами. Но мы хотим акцентировать внимание на том, что помимо официального диалога, есть еще неофициальный диалог. И этот неофициальный диалог, он имеет несколько названий, интерпретизаций. Одни называют его неофициальным миротворческим процессом, другие называют его гражданской или народной дипломатией. И, как правило, подобные неофициальные диалоги, миротворческие, их начинают люди различных сфер деятельности. Это и бизнесмены, это и журналисты, это и те, кто, собственно, пытаются организовать встречи между разными сторонами. И вот, собственно, мы сегодня вам хотим представить проект, который уже завершился. Мы расскажем о своем опыте участия в нем. Он называется «Школа народной дипломатии». Инициировали его представители, опять же, британского общества, неравнодушные люди. Инна Терещенко-Одиситка, Галина Бахамелкина-Москвичка. И, собственно, о том, как вообще проходил этот проект, вкратце расскажет Света, а потом у нас подключение по скайпу. Спасибо. Светлана. Добрый день. Я немножко расскажу о этапах, которые проходили в данном проекте. Параллельно были отобраны люди, жители России, жители Украины. Для того, чтобы участвовать и обучаться в Школе народной дипломатии, обучаться непосредственно миротворчеству, непосредственно, как должны происходить диалоги на уровне гражданского общества. В мае месяце были трехдневные семинары в Одессе, в котором были представители Львова, Харькова, Киева, Николаева и непосредственно Одессе. Параллельно же такой точный семинар проходил в Новочеркасске, это Ростовская область, в которой также были представители разных регионов России. На этих семинарах было обучение по фасцилитации диалогом и обсуждался вопрос российско-украинских отношений и их перспективы. Далее, следующим этапом было, так сказать, домашнее задание для всех участников, это провести непосредственно уже диалоги в своих регионах. То, что могу сказать в Харькове, мы с Аленой проводили диалоговые группы, в которых и молодежь участвовала, и непосредственно люди старше 30 лет. Просуждались вопросы Украина-Россия и перспективы отношений. После этого такие процессы происходили параллельно в Украине, в России, как я сказала. После этого на нейтральной территории участники проекта встречались в Грузии, в Боржоме. И непосредственно уже мы обсуждали и делились опытом, как же все-таки происходили наши диалоги. И мы как фасилитаторы диалогов были, были как фасилитаторы диалога, и были как представители своей страны. Что самое интересное, когда происходили наши, так сказать, диалоги, то хочу отметить, в Украине намного легче обсуждаются вопросы Украины-России. И когда мы задавали вопросы у жителей России, какие темы вы обсуждали, для них это табу, и в основном у них были межэтнические диалоги. И межкультурные. Много было опасений ехать в Грузию, встречаться с нами, украинцами, много, со слов участников с российской стороны, много было отговорок, не едьте, с ними нельзя разговаривать, диалог не построится и так далее. Ну, я думаю, более подробно мы расскажем и ответим на вопросы после включения Галины и Инны. Сейчас будем созваниваться с Инной, да, насколько я понимаю? Нет, с Галиной Пахмелкиной, это медиатор из Москвы. Да, Галина. Алло, Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о, собственно, причинах, что вас побудило создать этот проект и какие впечатления ваши от участия в нем. Здравствуйте все, здравствуйте участники, спасибо, что пригласили. Что подвигло? Профессионально я медиатор, то есть тот человек, который занимается заболевшими отношениями. И, в общем-то, всю мою практику психотерапевт как медиатор я понимала и понимая и убеждалась в том, что если не делать ничего специального, чтобы создавать вот это вот пространство между, между людьми, между группами, между, может быть, странами, то это путь к конфликту и к острому конфликту война. И поэтому, когда началось осложнение отношений, это декабрь 2013 года, уже видно было, что Россия предпринимает агрессивные действия против Украины. И мне стало понятно, что надо профессионально включаться вот в эти процессы. И что я могла делать? Я могла создавать площадки для объединения, площадки диалога. Собственно, вот это меня и побудило. Начать это первый мой диалог, который я организовала, прошел в ноябре 2014 года. Потом это был декабрь 2014 года. Потом это был июль. Это уже я была как участник и как один из инициаторов. Ну и потом дальнейшие площадки, которые мы проводили. И второй вопрос был. Какие впечатления? Именно эта встреча диалоговая, она мне принесла понимание, что для того, чтобы создавать конфликт, ничего не надо делать. Надо просто идти по течению, пустить все на самотек. И тогда это все превращается в войну. А вот для того, чтобы создавать объединяющее нечто, нужно приложить очень много усилий. Вроде бы банальная мысль, но она в этот раз проявилась очень интенсивно. Почему? Я увидела, что вот это пространство между нами, украинцами и россиянами, оно все-таки очень напряженное. Соберлись люди, которые высокоинтеллектуальные, очень интересные каждому из них. То есть 20 человек было, 18 группе, и 2 человека обеспечивали работу. И каждый из них — это индивидуальность, это мир. И тем не менее напряжение, которое между нами существовало, мы ощущали все. И вот мы как ведущие, как фасилитаторы это ощущали, может быть, даже сильнее, чем все остальные. Ну и с другой стороны, я понимала, что даже если бы мы ничего не делали, я имею в виду, мы — это фасилитаторы, то все равно это пространство, вот эти 18 человек, участников группы, все равно превратили бы в диалоговое. То есть в мирное, в очень интересное друг для друга. Вот, собственно, это то впечатление. Очень коротко. Ну и в качестве результатов я еще собрала несколько перлов, которые вызывают либо с одной стороны, либо с другой стороны сопротивление и протест. Такие словесные перлы. Это каждый диалог, он приносит вот такие вот новые открытия. Спасибо большое. Спасибо. А у нас еще будет другое включение, поэтому если у кого-то из аудитории есть вопросы к Галине, пожалуйста, вы можете задать. Да, пожалуйста. Про эти перлы хотелось бы услышать, если их не так много, или если она не разночет. Спрашивают вас о первых, которые вы, собственно, собрали. Я отцомление услышала, надо повторить. Отслышьте перлы, пожалуйста, которые вы собрали. А, которые перлы, то есть один из перлов, да, допустим. Ну, один из перлов, вроде бы тоже повторяющийся в дискурсе. Вот россиян, это слово народ, мы едины, вызывают у украинцев просто, можно сказать, судорогу, то, что я обнаружила. Если говорить о перлах, которые вызывают у россиян судорогу, это высказывание типа «Вы безликие, мы великие». Ну, я цитирую, правда, там не совсем так, но что-то вроде этого. И когда начинается обвинение со стороны украинцев в безликости, и еще в чем-то, то это вызывает судорогу у россиян. Ну, пожалуй, я остановлюсь. Есть и другие перлы. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, Харьков. У меня такой вопрос. Насколько, по вашему мнению, вот диалог между группами представителей общества, разными, может повлиять на позицию правительств? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это один из тех вопросов, на которые все время думаешь. То есть, имеет смысл твоя работа или не имеет смысла? Я себе отвечаю вот как. Я не могу сказать, что убеждена в том, что повлияет, но я знаю, что без этого нельзя обойтись. Если не делать этого, то просто некому будет влиять. И думаю, что влиять начнут диалоги лишь тогда, когда масса людей, вовлеченных в это движение, будет достаточно большой. А как вы думаете, когда эта масса увеличится, и, собственно, будет достаточно для того, чтобы диалог начался? Так. Еще раз можно повторить? Я не очень... Когда, по вашему мнению, эта масса будет... Ну, возникнет, собственно, достаточная масса для того, чтобы диалог пошел? Ну, если не всерьез, я скажу через год. Почему? Потому что вот период с декабря 2014 года по сегодняшний день, сентябрь 2016, видно, как это нарастает на территории Украины. В Украине, вы сами знаете, да, как это активно, и чем дальше, тем больше. Хотя можно сказать, что вот начиная с лета есть некий спад в этом движении, настолько, насколько я это могу оценить. В России с этим хуже, активность гораздо более низкая, и, ну, по понятным причинам я их сейчас не буду анализировать. Но я уверена, что вот через год сама по себе масса должна быть увеличена, ну, по крайней мере, в два раза. Так моя интуиция подсказывает. Это не научный взгляд. Спасибо. Спасибо большое. Ну, и сейчас мы будем созваниваться с Иной Терещенко. Спасибо большое, Галина. Спасибо вам. Всего доброго. Сейчас мы набираем Инну. Инна Терещенко, напомню, медиатор, фасилитатор, соавтор и тренер проекта Школы народной дипломатии, руководитель Адельской областной группы медиации. Вот мы сейчас с ней будем говорить. Инна, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о том, что вас подтолкнуло создать проект и какие впечатления по итогу вам принесло участие в проекте и создании проекта? Ну, идея самих российско-украинских диалогов, это одна идея, которая появлялась и была достаточно давно. Ну, с 2014 года было понятно где-то, ну, действительно, с того момента, как началась война, было понятно, что нужно восстанавливать человеческие и общественные связи. Идея самого проекта появилась на одном из диалогов российско-украинских, которые организовывала и проводила Валентина Чаеватенко в Стамбуле. И мы тогда обратили внимание на такую удивительную вещь, на то, что очень многие активисты, которые так или иначе, имея по собственному какому-то убеждению, проводят некого рода деятельность, у них недостаточной компетенции, но к ним есть большой уровень доверия. Поэтому, когда входят профессионалы, отношения к профессионалам бывают различны. И поэтому появилась вот идея такой вот народной дипломатии, где научить тех людей, которых имеют уже, что называется, хест, которые делают хорошо, как бы, да, вот эти вот самые интервенции, вхождение в конфликт или в конфликтную ситуацию, или работают с конфликтом, научить их дополнительным навыкам. Вот как бы такова была идея проекта. С момента проекта до его реализации прошло достаточно большое количество времени, и у нас оказалось, что в Украине за это время достаточно много инициативных людей уже получили базовую компетенцию. Почему, собственно, и украинская группа вот фасилитаторов, она оказалась очень сильной, и, ну, представлялось, что она такая профессиональная. То есть этот проект имеет две составляющие – обучающую и, собственно, диалог. И мне кажется, если говорить о результатах проекта, ну, в большей или меньшей степени они превзошли все наши ожидания. И с точки зрения обучающей, потому что не было учителей и учеников, была группа с разным опытом, которая создавала вот в процессе вот там этих четырех дней, создавала какие-то, какой-то свой собственный продукт. Там были открытия для всех, и для участников, и для нас, как для тренеров. И диалоговая часть оказалась достаточно интересной. Можно сказать про то, что люди достаточно, ну, хорошо вошли, что называется, вот в это самое диалоговое пространство. Но в то же самое время нужно отметить, если вот систематизировать то, какие проблемы поднимали сами участники, то самые, что называется, острые, болезненные, однозначно разъединяющие темы публично, открыто, ну, вот в общем пространстве подняты не были. Это говорит о том, что участники этого диалога были достаточно осторожны, да, вот как бы пока еще. Создавали, вот расширяли поле доверия, которое, собственно, нужно было его формировать. Несмотря на то, что люди приехали туда ориентированные на диалог, но в то же самое время есть все равно внутренние какие-то, уже создались внутренние барьеры. И вот как бы для того, чтобы создать вот это вот, собственно, поле доверия, вот эти вот четыре дня на это и ушло. Я думаю, что если бы была с этой же группой уже другая, еще одно мероприятие, на что мы надеемся, то уже круг вопросов был бы, ну, более острым. И публично тоже, не только в куларах. Что хорошо на подобных мероприятиях, потому что за кофе, на обедах, на прогулках по красивым местам люди проговаривали те вопросы, которые были, ну, важны. И это тоже создавало такое продвижение, очень эффективное, действительно, продвижение в этом диалоговом пространстве. Ну, конечная цель для вас этих диалогов какая? Интересный вопрос. Можно говорить о конечной цели жизни? Есть смыслы, но цели, скорее всего, нет. Диалог, о котором мы говорим, он, основной смысл его в том, чтобы они были, эти диалоги. И причем не один диалог, а чтобы они были. Очень легко и быстро, к сожалению, начать войну. Очень легко испортить отношения. Очень легко разорвать сообщество. Очень легко войти во вражду. Действительно легко. Но выходить из этого всегда сложно. И вот этот вот процесс выхода из войны, не только войны вооруженной, но из войны, которая есть между обществами. Я не говорю про государство, я говорю про людей. Про гражданские общества. Там, где есть вражда, ее нужно с ней работать. Но в то же самое время даже люди, хорошо ориентированные на, скажем так, на гражданское общество, на необходимость диалога. Все равно война создала такое поле, что каждый из нас, действительно каждый из нас, вне зависимости от того, как долго они этим делом занимаются, преодолевает свои барьеры, которые... И в последнее время уже взросли очень. Поэтому необходимость этих процессов в том, чтобы они были. Расширялись, чтобы устанавливались, развивались, восстанавливались связи. Я не говорю про дружеские, соседские. Просто человеческие связи. Раз дегуманизация происходила. Ну вот такие вот задачи. Спасибо. Есть ли у кого-нибудь? Да, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Овсянкин. У меня такой вопрос. Вот вы проводили диалоги между Украиной и Россией, представителями. Пробовали ли вы проводить диалоги между двумя разнонаправленными группами внутри Украины? Разнонаправленными идеологически. И если нет, то почему? А если да, то тоже. То результаты. Спасибо за вопрос. Но мы пришли к диалоги российско-украинские. Я говорю мы, потому что это группа тренеров, это группа организаций. Я в данном случае представляю организацию Одесской областной группы медиации, которая проводит диалог, начиная с 14-го года, с апреля. А с мая уже активизировала диалоги, вот как раз мы это называем конфликты между разными ценностными позициями, разными социальными группами, ценностно ориентированными. Это не всегда разные идеологии. И вот с этого самого апреля 2014 года у нас постоянно действующая площадка, и не одна, которая ориентирована как раз на то, чтобы создавать, опять же восстанавливать те же самые связи в разделенном сообществе, которое у нас есть. И мы в этом смысле, почему я и оказалась вот сейчас в эфире с вами, потому что мы вот с Аленой Копиной, собственно, как Харьковская группа диалоговая, у нас есть еще коллеги в Николаеве и Херсоне, которые по-разному, но в общем как раз ориентированы на диалог внутри наших сообществ. И обращаю внимание на тот регион, который я назвала. Мы являемся специфическим регионом, конфликты, о которых вы говорите, достаточно явственно присутствуют, и они отражаются на всех социально-политических и экономических процессах. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос, да? Да. Спасибо. Есть ли еще? Да, пожалуйста. Скажи, ну, это вопрос ко всем спикерам. Планируются ли следующие шаги, потому что сказали о том, что не все вопросы были подчинены, более острые остались. Вот если да, то когда? Инна, есть ли следующие шаги, если вы начнете, мы продолжим. Инна, алло. Алло. Инна, вы нас слышите? Инна, мы задаем вопрос о следующих шагах в раунках проекта. Как вы их видите, мы с ответой тоже поделимся нашим перспективным видением. Ну, есть разные уровни следующих шагов, есть формальные, есть неформальные. Формально мы сейчас пытаемся подытожить то, что мы сейчас делаем, и, к сожалению, в данном случае проект, на который, на средства ОБСЕ Human Rights, на который этот проект смог реализоваться, он в этом смысле заканчивается. Однако, во-первых, есть заинтересованность, и, может быть, будет продолжение финансирования, не могу сказать, но, по крайней мере, интерес такой есть. Поэтому с этой группой, в принципе, так или иначе, мы будем продолжать работать. Это первое. Второе, неформальный. Неформальный процесс пошел. 18 человек, которых было на этом семинаре диалоги, к концу подготовили или предложили 20 инициатив, которые им бы хотелось сделать друг с другом. Понятно, что часть из них, процентов 50, это просто эмоциональное реагирование, но я уверена, что некоторые из них будут реализованы, и даже если они не будут реализованы в этом виде, то эти люди уже имеют связи, контакты, и вот Алена и Света, безусловно, про это еще расскажут со своей стороны. То есть в данном случае, мне кажется, что самое главное запустить, что называется, вот этот механизм, чтобы связывались люди, и дальше они уже продуцировали. Поэтому какие будут шаги, я надеюсь, что будут просто делиться, обмениваться, чтобы мы все знали, что будет происходить. А то, что будет этот процесс, это очевидно. Спасибо вам большое, дальше мы уже продолжим. Хорошо, спасибо большое, удачи вам. Да, спасибо. Вот Инна сказала о том, что проект, который был реализован, Школа народной дипломатии, естественно, что нужны были донорские средства. Но я хотела бы акцентировать внимание на то, что диалог, он чем хорош, тем, что люди могут инициировать те или иные вещи, совместные проекты и без средств. Собственно, мы со Светой, еще когда началась наша социальная практика в этом проекте, инициировали диалог, Светлана о нем упомянула. И сейчас эта группа активно продолжает работу с огромным энтузиазмом, интересом, потому что мы во время этого диалога обсуждаем как раз то, почему, собственно, по мнению наших участников, возникают те или иные противоречия в видении конфликта между Россией и Украиной. На прошлой встрече мы обсуждали те вопросы, которые наши участники готовы задать российской стороне. И потом, вот у нас на следующую встречу план для наших участников попробовать ответить на эти же вопросы. То есть вот если они задают вопрос о том, как россияне видят политическое устройство с твоей стороны, видят ли они Россию как агрессора в Украине, то мы, соответственно, просим наших же участников ответить на этот вопрос симметрично. И еще в качестве перспективы, вот Светлана упомянет, у нас была, я думаю, расскажет сейчас, у нас действительно во время неформального общения с россиянами возникли уже общие проекты. Света, подробнее. Да, одним из проектов является онлайн-диалоги Украина-Россия. И участниками будут участники диалогов непосредственно оффлайн, которые происходят. В данном случае это в Харькове, в Одессе, если говорить об Украине, Киеве, Львов. Ну, точно такие оффлайновые пока диалоги идут, подготовительные. В Ростове, потом в России, в Питере, в Москве и Новочеркасск. Почему подготовительные? Потому что, к сожалению, жители России, они не готовы выходить онлайн и что-либо обсуждать об отношениях Украины-России с жителями Украины. И что хотелось бы отметить, когда мы, вот, как Инна упомянула, в неформальной обстановке общались с россиянами в Грузии, да, на семинарах, то очень сильно отмечалось, это как раз на нитью во всех разговорах, чувство вины с их стороны. Когда мы задавали вопрос, а как же у вас с гражданским обществом, с диалогами, и, в принципе, вот, как у вас такие процессы происходят, у них это табуированные темы, у них, в принципе, говорить о гражданском обществе запрещено. Ну, я бы, можно, да, сейчас о гражданском обществе буквально. Да, дополнить бы хотела, что здесь очень остро стоит вопрос безопасности, безопасности непосредственно участников в таких диалогах. Потому что, Алена продолжит, да, пример, как нарушаются права непосредственно участников и организаторов таких диалогов. Ну, здесь вот упоминала Инна о такой персоне, как Валентина Череватенко, это видный общественный деятель российский. Она была инициатором миротворческого движения, начиная с 1993 года, «Союз женщин Дона» она представляет. И эта общественная организация, вот, со своими миротворческими инициативами, она прошла чеченские компании, она работала вместе со своими психологами, с вдовами чеченскими, с военнослужащими, которые прошли эти войны. И, собственно, вот сейчас ее организации, они находятся, она сама под следствием, и ее организации сейчас попали, потому что они попали под действие закона об иностранных агентах, которые действуют в России. Вот, соответственно, человек, который фактически является, ну, вот, персоной на международном уровне, яркой и заметной фигурой, она вот делилась с нами в неформальном общении тем опытом трагическим, которым, собственно, она сейчас сталкивается, потому что, по сути, все те ее коллеги с Северного и Южного Кавказа, с которыми она сотрудничала во время реализации своих проектов, миротворческих, сейчас все они проходят проверку в соответствующих там органах, силовых структурах российских, и поэтому сложно очень реализовывать какие-либо проекты. Вот, но тем не менее, она была с нами, как одна из участниц. И вообще, вот, те люди, которые были на этом диалоге с российской стороны, это, ну, действительно высококлассные специалисты в своем деле. Это психологи, которые, кстати, работали жертвами Беслана, жертвами Норд-Оста, это журналисты, это те люди, которые сейчас работают в межкультурных диалогах, занимаются межэтнической проблематикой. И вот Света здесь совершенно верно заметила, действительно, в общении с нами проскальзывало чувство вины и попытка понять нашу сторону. И что вот для нас было очевидным, что когда мы разбирали те или иные вопросы, вот, каковы, например, причины конфликта между Россией и Украиной, мы разбирали там карту конфликта, стороны, которые включены в этот конфликт, и непосредственно, опосредованно мы рассматривали историческую ретроспективу конфликта. Но было, ну, как бы, не то чтобы неприятно, но такое впечатление складывало, что у украинцев в нашей группе не всегда есть четкое видение и понимание самих себя в этом конфликте. И, собственно, вот наш внутренний конфликт, он, естественно, тоже проецируется на те обсуждения, которые у нас были. И вот один из выводов, который был сделан в завершении нашего общения, вот этого четырёхдневного диалога, что мы являемся зеркальным отражением друг друга. Перейдём к вопросам, пожалуйста. А теперь у меня вопросов к вам. Несколько. Первый вопрос. Вот исходя из того, что вы говорили о диалоге Россия-Украина, насколько, понимаете ли вы, что те люди, которые приехали для диалога, они не представляют российское общество вообще? В понимании российского общества эти люди изгои. Вот те люди, которые приехали и которые готовы вести диалог с Украиной. А масса населения России, общество, стоит на совершенно другой позиции сегодня. Вот насколько в такой ситуации продуктивен диалог, насколько он может проецироваться на общество в Россию? Ну, я могу так ответить. Вы совершенно абсолютно адекватный, хороший вопрос. Спасибо большое. Он действительно отражает реальность. Я скажу так. Диалог, он не может влиять на институциональные изменения в том масштабе государственном, о котором, собственно, вы сейчас упоминаете. Действительно, мы можем говорить о большом количестве локальных инициатив, которые, мы надеемся, перерастут в критическую массу, которая, в свою очередь, повлияет на формирование критического мышления. Но акцент я бы сделала на том, что диалог – это прежде всего, и, кстати, теоретики и практики диалога говорят о том, что диалог – это своего рода терапевтическое воздействие на общество, потому что диалог связан с личными трансформациями, с трансформациями личного восприятия. И чем больше людей будут это понимать, тем быстрее мы будем переходить в той самой критической массе, которая сможет повлиять на общественное сознание. Потому что, знаете, вы упомянули о тех людях, которые были вместе с нами, как о… ну вот я позволю себе эту интерпретацию… как о людях, обладающих аналитическим мышлением, да, поддающих сомнениям тому, что льется с экранов телевизора. И тем не менее, у них тоже были искаженные представления, например, об ополченцах, которые находятся в Донбассе сейчас. И когда мы начинали выяснять, приходить вот к пониманию того, что в их представлении ополченцы, что в нашем представлении ополченцы, вот только тогда в непосредственном общении мы могли понять вообще, где же вот эта истина, где золотая середина. Поэтому спасибо за вопрос. Я надеюсь, что я ответила на него. Я позволю себе… Может быть, цвета. …еще один вопрос. Ну, во-первых, реплику на предыдущий ваш вопрос. Вообще, при любых переговорах сначала договариваются о терминах, под чем понимается. Вот вопрос такой. Для подобных диалогов рассматривали ли вы возможность привлечения к участию знаковых фигур на просторах России? Ну, есть знаковые фигуры. Ахиджакова, Макаревич, еще можно, так сказать, вспомнить десяток имен тех людей, которые все же таки лидеры мнений. При всех прочих равных – это лидеры мнений той страны. И если, ну, как бы вот, могут ли такие лидеры, по вашему мнению, участвуя в диалогах, как-то повлиять на ситуацию, изменить вот тот процент людей, прислушивающихся, хотя бы прислушивающихся, пусть не принимающих позицию, но слушающих, возможно, эту позицию? Спасибо. Дмитрий, опять же, позволю себе интерпретацию. Спасибо, вопрос. То, что я услышала, мне кажется, что вы говорите о, скажем так, технологии формирования общественного мнения и влияния на общественное мнение. Гипотетически, возможно, конечно, привлечение знаковых фигур, фигур, пользуясь пользующихся авторитетом. Другой вопрос, что это будет нестандартный формат, потому что диалог, он предполагает собой разговор между сторонами, которые, ну, вот, как мы обнаружили для себя, очень такое знаковое понятие людей с укоренившимися противоположными мнениями. На самом деле есть форматы диалога творческие, когда, например, журналисты Армении и Азербайджана, у них был целый ряд программ, который назывался «Линия фронта». Молодые люди, которые не имели возможности контактировать друг с другом напрямую, там, в силу ряда процессов и пропагандистских, и, ну, откровенная вражда была с откровенным риском для жизни этих людей. Вот они нашли для себя вот такой формат телемостов, «Линия фронта», вот такие программы были. Если привлекать знаковые фигуры и проводить между ними диалог, конечно, возможно. Если найдутся инициаторы, если действительно люди, вот те, о ком вы говорили, почувствуют для себя возможным, безопасным участвовать в такого рода мероприятиях, конечно, да, прекрасная, интересная идея. Можно обращаться, можно пробовать. В общем-то, в этом плане творческий потенциал диалогов, чем он хорош. Люди начинают говорить о конфликте, убирают эмоциональную компоненту и становятся фактически такой креативной, гиперкреативной площадкой с массой интересных идей, которые можно реализовывать во благо обеим сторонам. Я бы еще один момент затронула в этом плане. Если люди не могут непосредственно влиять на прекращение конфликта, они могут обсуждать, например, какие-то инициативы, связанные с бизнесом, связанные с экологией, связанные с проблемами, там, касающимися трудовой миграции, торговли людьми, наркотиками, потому что, по сути, у нас огромное количество общих проблем. Вот о чем речь. Спасибо. Я бы немножко дополнила Алену по поводу знаковых фигур. Буквально на прошлой неделе общались с коллегами-миротворцами из Москвы, и они в честь Дня мира, который был 21 сентября, они сняли ряд роликов, в том числе и с Макаревичем. И это одно из продолжений наших, как раз, нашего проекта. Это диалоги, вот, действительно, между знаковыми фигурами. С российской стороны проведены переговоры с несколькими, там, порядка десяти человек уже, которые действительно влияют на формирование общественного мнения. Вот задача наша со стороны Украины – подобрать и провести переговоры с украинскими участниками. Поэтому, если есть предложения, обращайтесь. Спасибо. Есть ли вопросы еще, коллеги? У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что диалог – это беседа между сторонами, которые, может быть, и по-разному смотрят на какие-то вещи, но, скажем, находятся в каком-то адекватном состоянии вообще воспринимать то, что происходит. Официально Россия не считает себя страной конфликта. Президент страны непосредственно лично говорит о том, что наших солдат там нет. Потом он говорит о том, что какие-то там были, потом опять не было, ну и так далее. Вы знаете. В связи с этим спросить вас хочу о том, как, в принципе, можно говорить здесь о диалоге, если изначально условия для него, как я понимаю, отсутствуют. Для того, чтобы возник диалог, наверное, сначала должно быть всеобщее всем обществом понимание того, что сделано, прощение и потом диалог. Или какой у вас взгляд на эти вещи? Я могу сказать, что диалог это круги на воде, да. И если мы начинаем с какой-то группы обсуждать вопросы, в том числе украинско-российский конфликт, то люди дальше массы несут, так сказать, позицию мира. И если сказать о том, что пока нет официального заявления со стороны России, что есть представители их страны на территории Украины, то могу сказать, что в кулуарах и в неформальном общении с жителями России они признают то, что на самом деле есть. И мы непосредственно обсуждали, насколько переполнены морги в Ростове и кто там находится. И мы обсуждали, как беженцев с Украины они в России принимают. И были на самом деле еще очень-очень много тем, которые мы обсуждали. И еще одно из продолжение наших проектов, то несколько медиаторов, которые занимаются миротворчеством, они включены, конфиденциальная информация, да, но они включены в Минскую группу. И это люди, которые действительно проводят диалоги и знают, что происходит. И они на уровне двух стран в том числе общаются, как и миротворцы. И Минская гражданская, да? Ну, это как одна из перспектив, но то, о чем говорила Валентина Череватенко о том, что вполне может быть, что будет еще гражданский диалог. Вот в Минске сейчас ведется работа по этому направлению. Потому что это тоже подбор участников, подбор миротворцев с обеих сторон. Я бы, может быть, уточнила то, о чем говорил Света. Суть неофициального диалога в том, чтобы действительно начать готовить поле для возможного примирения или для начала возможного понимания сторонами друг друга, восстановления доверия, в первую очередь, до того, как стороны придут к каким-то официальным соглашениям. Когда, на Ваш взгляд, начнется полноценный диалог между обществом украинским и обществом российским. Не в границах 10, 20, 30 или, может, даже сотни человек, а целых миллионов, когда народ начнет говорить с народом. Хотя бы слушать, но вот мы несколько раз сегодня возвращаемся к теме о составе участников. Действительно, можно не принимать позицию страны, но можно понять позицию тех людей, которые там живут. В любом случае, в другом государстве есть люди, с которыми можно разговаривать. Когда начнется масштабный процесс, конечно, скорее всего, тогда, когда в России начнутся какие-то институциональные изменения, вот Галина об этом сказала, она предполагает, что это начнется через год, когда процесс начнется на уровне миллионов. Я думаю, что это оптимистичный сценарий, но я бы еще акцентировала внимание на том, что нам и с собой надо разобраться, нам нужно понять, что вообще происходит с нами, как работает наша пропагандистская машина, на каком свете мы находимся и готовы ли вообще любые процессы, приводящие к, ну скажем, к началу разговора начинать. Я бы дополнила, что одной из целей диалога медиации это то, что построить мостик между двумя разными сторонами. И самый главный, на мой взгляд, вывод, который сделали участники российско-украинских диалогов, это то, что мы все разные, но мы говорим об одном и том же, мы говорим все о мире, как жители Украины хотят этого, так и жители России. Поэтому, если говорить о перспективе через сколько лет, то уже общепринятый такой взгляд, что эскалация конфликта уже снижается. И мы говорим о том, что действительно многие уже готовы слышать и слушать друг друга. Знаете, есть еще один момент. У нас же раскол пошел не только по уровню, ну, рассмотрим, между сторонами России и Украины. У нас же раскол пошел в семьи. Вот о чем речь. Когда семьи начали враждовать из-за того, что происходит. У нас очень действительно много семейных связей с Россией. И это, кстати, был один из вопросов, который поднимался здесь у нас в Харькове на диалоговой группе, что люди умалчивают эту проблему для того, чтобы не усугублять конфликты. И, собственно, если этот конфликт уже проник настолько глубоко, и в семьях люди не могут находить общий язык, то, скорее всего, нам еще нужно с этим работать. Вот что я имела в виду, когда говорила, что надо проработать самими собой. У меня еще возник вопрос. Вы уже начали, Алена, на него частично. Его затронули. Внутренние диалоги внутри страны. И по семейной линии, когда, вот как вы говорите, разделение. И вообще по линии восприятия ситуации между Россией и Украиной. О чем я, собственно, говорю. Часть людей согласны идти на мировую и договариваться о добрососедских отношениях завтра, а часть людей не согласны идти на мировую и говорят о неких жестких условиях покаяния, выход на режим Германии конца 40-х, 50-х, 60-х годов, всеобщее покаяние нации и не раньше. Вот по этой линии раздела предполагаются ли какие-то диалоги и попытки найти общее видение? Спасибо. Любой диалог своей задачей имеет рассмотрение образа будущего, то есть формирование образа будущего. Это раз. Во-вторых, диалог на самом деле не имеет своей задачей достичь какого-то соглашения. Никто никого не переубеждает. Люди могут остаться на своих позициях. Но основной фокус внимания – это начать говорить, услышать личные истории, понять сторону другого. Вот о чем речь. Я хотела бы дополнить, что такие диалоги планируются и по временным рамкам я пока не готова ответить, но будет проект «Региональный диалог» называется, в котором участвовать будут сначала тоже фокус внутри будет региона, в Харькове. Это «Харьков плюс регион». Мы еще не готовы ответить, какой из районов, либо какая-то громада. Это планируется по линии, так сказать, первая линия от конфликта. Это Харьковская, Днепропетровская, Николаев, Херсон, Одесса. То есть вот как бы это граница. И немножко позже планируется подключать Львовскую область и Киев как центр. То есть такие диалоги, да, действительно планируются, потому что нам очень сильно показало опыт, который мы все приобрели в рамках украинской группы, которая в Грузии, да, у нас была. Тоже было несогласие, непонимание друг друга и у каждого разный взгляд на то, откуда, с какого момента произошел конфликт между Украиной и Россией. То есть мы говорим о том, что даже у нас внутри страны не все понимают, что в принципе происходит и с какого момента это происходит. Но в Украине очень активно сейчас идут процессы, вот которые касаются исторической памяти, анализа ретроспективы, возможности примирения с самых разных точек зрения. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Спасибо участникам. Спасибо. Спасибо за вопросы.